Мы приехали в самый центр Москвы на фестиваль «Путешествие в Рождество». Потому что Новый год и Рождество – это самые любимые праздники в России. В преддверии Нового года и все праздничные дни до 8 января в Москве проходит грандиозный фестиваль «Путешествие в Рождество». В этом году фестиваль представляет 36 площадок в центре и округах столицы. Событий масса, ярмарки, исторические реконструкции, ледовые шоу и катки, мастер-классы и творческие выступления. Мы приехали на главную площадку фестиваля на Манежной площади. Нас ждет путешествие по Москве боярской и купеческой, примесленной и дворянской. Знакомство с бытом столицы и ее новогодними традициями. Живопись классичная, аутентичная, весьма приличная, штука отличная. Оригинал сам Илюшка Репин рисовал, на долги отдал, все промотал. Завтра дороже будет, сегодня только две золотых да медный грош с паутиной, совсем недорого. От сердца отрываю, берите. Смотрите, тут вся наша улица изображена. Вот видите, второй слева, узнаете? Вот, как вы думаете, кто это? Ну, смотрите, а в профиль. Берите, недорого, от сердца отрываю. Экскурсию нам сегодня проведет сам Гелеровский. Ну, конечно, кто же знает Москву лучше, чем дядя Геляй, автор бессмертной книги «Москва и москвичи». Гуляем с дядень Геляем. Ой, жила зима с морозами, снег стелила розовый. По зимой две недели, снег тут верили. Я идет Геляй. Снег свивали, как хотели, и кидали просто. Браво, это петушок. Итак, у нас сегодня правило такое. Кто расскажет нам стишок, тот получит что? Сахарный. Петушок. Петушок. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Молодец. Я видел, кто пел. Вот тому по петушку выпили. Крафон, пожалуйста. Пойдем, что перед тобой. Матрешка-то вверх. Злою небо кроет, стиху снежной крутя. Кто-то дверь она завоет, кто заплачет, кто-то крутя. Кто по кровле обвечал их, друг соломы. Кто, как будь на базаре, нам в окошко стучит. Браво! А кто автор, знаете? Александр Шевченко. Умница. Москва ремесленная, и много всего интересного. До младшими праздниками, до свидания. Вот калужиры письмо сечная, аутентичная, штука отличная. Да, рассказать стихи Пушкина, самому Геллеровскому, такое возможно только в канун Нового года. Сейчас мы с вами будем говорить про ремесла. В Москве жило огромное количество людей, которые занимались ремеслами. Что это такое? Скажите. Все то, что можно купить на рынке, сделали ремесленники. Жили они, как правило, селились вместе. Было удобно тогда. И поэтому в названиях московских улиц осталось много упоминаний. Например, кто жил на Кузнецком мосту? Кузнецы. Ну, очевидно, вы сразу догадались. Так оно и было, действительно кузнецы. А в Ткацком переулке кто жил? России. А кто еще знает какие-нибудь московские названия, связанные с ремеслами? Парк Горького. Горький, а там кто жил? Горький. Да, Горький парк. Что еще? Таганка. Что делали на Таганке? А на Таганке делали таганы. Это вот такие большие чугуны, знаете, такие здоровые. Итак, кузнецы. Первые были люди на деревне. Не каждая деревня могла себе позволить кузнеца. Далеко не каждая. Много о них рассказывают, где они их нечистой силой знаются. И заговоры какие-то знают. В общем, где тут правда, а где ложь, не поймешь. Я думаю, что нам сейчас сам кузнец об этом что-нибудь интересное и расскажет. Здравствуйте, господин хороший. Добрый вечер. Что вы нам сегодня поведаете интересного? А какой конкретный у вас вопрос? Вопросы конкретные у вас есть? Нет. Так не бывает. Так не бывает. А правда, что вы женили на деревне? Да. Если, опять же, на эпоху средних веков, если в поселении не было священника, кузнец имел право обвенчать молодых. То есть он выполнял функции старосты, если его не было в поселении. Мог выступать в качестве третейского судьи. То есть за ним было право истины в последней инстанции. То есть если решение староста не устраивало этот спорящий, шли к кузнецу, и уже кузнец объявлял окончательный вердикт. Оружие было очень дорого. Железо в принципе было очень дорогим. И позволить себе, ну, топор можно было на пять домов один. То есть серп на три семьи. Потому что для производства килограмма железа нужно 300 человеко-часов. 90 суток непрерывной работы. Спрашиваю. А что вы делаете? Я делаю подкову. В общем, все было непросто. Кузнецов поэтому ценили. А нам пора дальше. Спасибо большое. Спасибо. Хороший подков. Итак, мы с вами в чайном домике. Его построили купцы. Купцы, это были, знаете, кто это были бизнесмены? Я знаю. Вчера они были сиволапые мужики. Хлебали лаптем кашу. Вот. Потом разбогатели, приехали в Москву. Но повадки у них остались самые, что ни на есть, деревенские. Поэтому и чай они как начинают в 4 утра пить. Вот. И до самого закрытия вот сидят и пьют, и пьют, и пьют, и пьют, и пьют. Марф Тимофеевна, здравствуйте, мои хорошие. Как я рад вас видеть. Позвольте вторую ручку. Вот. Мы привели экскурсию. Если вы нам что-нибудь расскажете про Москву купеческую, про чай, про сахар, это будет так любезно с вашей стороны. Просто очень. Ну вот у нас есть, например, вот такая вот сахарная голова. Сахарная голова, ее делали сахарной, вываривали сверху, и делали сахарной. И сверху, и делали сахарной, вываривали сахарной. Она очень сладкая, и ее могли раздолбить только до ладони. А сахар разбивали на маленькие кусочки и расщепляли вот такими щипчиками. Сахар могли себе позволить не все, только купцы и состоятельные люди. Сахар пили с чаем, закусывали зубками и взбивали чаем несколько раз. И могли попить и 4-5 чашек чая. Молодой парень, когда хотел жениться на девушке, он ей подавал кулечек с сахаром. И если девушка брала этот кулечек, тогда это означало, что она согласна. И молодой человек засылал сватку. Ну, а соответственно, если она не жила кулечек, значит свадьбы не было. Сейчас я вам дам популечку с сахаром. А вы попробуйте, что это значит сахаром. Спасибо. А слыхали вы новость сенсационную? Какую? На Кузнецком мосту вывеску. Электрическую повеску. Электрическую? Фух, какой кошмар. А почему кошмар? Магазин чайный? А чайный? А чайный это хорошо. Чайное место приличное. Сергей Васильевич, голубушки, к нам гости, пожалуйста. Да, я вот ее заметил. Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Как говорится, добро пожаловать в мою чайную. Нравится вам? Да. Ну, позвольте представиться в таком случае. Сергей Васильевич Перлов. Тот, кто начал в нашей стране, так сказать, чайную историю. Потому что до этого, если вы вдруг не знаете, чай у нас был в основном травяной. Вот, завалил ты, горло болит, хворь какая. Ты приходил в аптеку, а именно в аптеках раньше продавалось. Люди чаи. Приходишь в аптеку, покупаешь себе, как говорится, настой, завариваешь его. И вот это называлось чаем. А сегодня чай, пожалуйста, можно просто попить. Для бодрости духа. Для бодрости духа. Смотри. А, и позвольте, конечно же, представить. Это вот Сергей Иванович Щукин. Слышали о таком? Кто знает, кто такой Сергей Иванович Щукин. Да. А знаете ли вы, такой музей у нас есть в Москве. Называется Музей Пушкин. Слышали? Да. Как такое слышал. Когда-то этот музей, тогда он назывался Музей изящных искусств, правильно говоришь? Да, абсолютно верно. Так вот, Музей изящных искусств благодаря Сергею Ивановичу и появился, потому что у Сергея Ивановича такое огромное количество картин дома было, что они просто там уже не умещались. Нет, ну что вы, право словом, мои картины только часть экспозиции представляют в Музее изящных искусств. Так вот, а вообще я собирал импрессионистов. Купцом первой идеи, да. Вы скромничаете, наверное, я скажу, что для Сергея Ивановича картины, если вы знаете, такой Анри Матис художник, сам Анри Матис картины для него писал, а он еще не покупать не всегда хотел, не буду говорить, я брать эти картины. Помните этот скандал, да, на осеннем салоне в Париже был там по поводу танцев, музыки, Матиса. Дружий, известнейший собиратель московского фольклора. Вот только что научил меня новой песни про москвичей. Клавир Алексею, да, хороший, собираем, знаете, новенькая песенка, вам же кажется, так нравится. ПЕСНЯ В начале 19 века на Москву двинулись орды Наполеона. И, естественно, все москвичи говорили только об этом. Давайте послушаем, может быть, и нам расскажут что-нибудь интересное. Идите сюда, друзья. Так. И вот пишу я Петру Ивановичу. Багратиону? Ему, прекрасный человек. Пишу, стало быть, веду партизанскую службу, дом мой сошли в Бородино. Что делать дальше? Страшно представить. И что же Багратион? Он разрешил. Взял я, значит, своих гусарских молодцев и прямиком шевардинского редута мы в тыл к французу. И что вы думаете? Первую же ночь попали в засаду. К нашим же русским мужикам. С ним уж ты не разобрались. Ну, конечно, ночь же темная, а в темноте и не видно, что мы, что французы, форма-то похожая. Так мы еще все по-французски говорим. Но потом я смекнул и решил капитан на себя надеть и борту опустить. Как-то стали признавать. Ведь были же схватки боевые. Да говорят, что какие. Это я запишу. Это я вам как поэту говорю. Гениально. Надеюсь, Васильевич, ну, может быть, вы и даже самого Наполеона видели? А знаете, видал. Видал вот прям как сейчас вас. Видал-то дважды, дважды. Была там одна история. Значит, а давайте я вам сейчас не то чтобы расскажу, а даже покажу. Давайте. Готовы, ребята? Ребята, давайте вы будете моим отрядом. Вы, значит, Михаил Юрьевич, вы в арьергарде. Будете прикрывать наш тыл. А я уж, как всегда, в авангарде. Итак, значит, давайте немножко пригнемся. История такая. Мы идем ставить засаду. Вот, засаду ставить идем. Значит, идем ставить засаду. Давайте вот по тому направлению. И вот видим, внезапно, ставя засаду, едет карета. А вот и карета. Карета. А знаете, кто в карете? Наполеон? Правильно. Наполеон. Так, нам нужен Наполеон. Вкусный Наполеон. Так, а вот, вот как раз. Александр Андреевич. Александр Андреевич. Чацкий. Да, Денис Васильевич, здравствуйте. Так, прошу прощения. Так, я тут партизанскую историю свою начал. Нам нужен Наполеон. Будьте нашим Наполеоном. Не поздоровится от таких похвал. Ну, вы ж кричали, карету мне, карету. Помните? Было. Ну вот, пожалуйте, в карету. Хотели? Ой. Получайте. Тадам. В отчаянии прийти. Да вы не отчаивайтесь, это нам для дела надо. Устый Наполеон. Денис Васильевич, хоть расскажите, как Наполеона это ваше изображает. Ну, как-то по памяти, если вот так, вот примерно так, вот как-то так и вдаль глядел. Все мы, понимаешь, глядим Наполеона, двуногих тварей миллионы. Для нас орудие одно, а нам чувство дико и смешно. Так точно. Понимаете, Чацкий, он у нас другой. Так, вот так вот. Все, молодец. Отлично. И вот идем мы ставить засаду, давайте пригнемся. Еще солнце не всходи, е-е-е-е, лоба, дали я нашу всюду. И вот тут видим карета, а в ней Наполеон. А где он? Он жур, Москва. А, рука к оружию тянется, но их-то много, а нас мало. Что делать? И что делать? И что делать? Ну, так, честно говоря, мимые твои. Эй! Господа Бусары, а вы что, вы не пригоняли? И господин Чацкий, так пространный форекс. Партизанские истории Дениса Васильевича слушаем. Ой, мужчина, это баталия, а девушкам-то танцы. А, раз танцы, Денис Васильевич, вы закончили с историем. Ну-ка, подержите. Наталья Ильича. Наташа Ростовка. Прошу вас. Наталья, выдайте, пожалуйста, детям ландринщики. Так называли эти маленькие конфетки в честь московского пупца ландрина. А у себя на родине их называли как? Мон-пассье. Мон-пассье. Сама Наташа Ростова конфеткой угостила. Просто фантастика. Так, давайте встанем вот здесь, здесь больно вкусно пахнет. И теперь я спрошу вас, что такое щи? Давайте поговорим о старом московской... Это главный русский суп. Из чего его делают? Капуста. Да, на самом деле щей было очень много. Мяса. Да, капуста, иногда мяса не было, клали сухие грибы, иногда сухих грибов не было, клали рыбу, иногда вообще ничего не было. Пустые щи, например, в апреле, когда только молодая страна появилась. Но самое главное, капуста. Хорошо. Что такое, например, что такое калья? Калья. Не знаете калья, что такое? Калья это был такой суп, куда клали морепродукты, как уха, только, например, с раками. Хорошо, кто скажет, что такое кулебяка? Пирог. Какой пирог? Пирог с начинкой. Это парадный пирог, не просто с начинкой, а с большим количеством начинок прослоенных. Знаменитая кулебяка, которая подавалась в московском ресторане у Тестова, содержала в себя 9 слоев начинки. Там были и рубленая курочка, и соленые грибы, и блинчики, и рис. И оно так все было подобрано, что там вот рис дает сок, а сок впитывают блинчики, например. Ну, все было очень грамотно продумано, и еще здорово резали. Хорошо, что такое няня? В кулинарном смысле этого слова. Няня. Ну-ка. Няня это бараний желудок. Бараний желудок, фаршированный гречкой и потрошками. Понимание, шедевр старой московской кулинарии. Вот, свиньячая нога, задняя нога, называется окорок. Вот, значит, вываренный в меду, и обмаринованный, и обжаренный на вертеле. Обращаю ваше внимание, очень вкусная штука. А мы пойдем с вами дальше. Да, просто удивительная экскурсия от дяди Геляя. Такое точно запомнится надолго. Что ж, идем дальше. Впереди еще очень много интересного. Здесь почта Деда Мороза. Сейчас мы напишем письмо Деду Морозу в Великий Устюг. Проходите, отходите. Пишу письмо Деду Морозу. Я хочу прогреться на ледоколе. Ты хочешь показать? Имейте в виду, обратный адрес нужно писать разборчиво. Дедушка Мороз отвечает на все письма. Теперь второй, переворачивай. Вот, 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 вот. Вот, вот, вот. Калачево-тем. Я такой голодный, что готов до ручки дойти. Сейчас будем карамель отраспикнуть. Сейчас будем карамель отраспичать. Смотрите, какие у нас короткие Хорошие леденцы получились Вот мой А вот мой Смотрите, а это Большой театр Да, удивительный сегодня денек С кем только не повидались Чего только не попробовали Гилеровскому стихи Рассказали Пчатки Наполеона играл Сам Щукин на чай звал Денис Давыдов Лермонтова Военными байками удивлял Наташу Ростова конфетами угощал Впечатлений просто море Эх, нужно в новогодние каникулы Еще какую-нибудь фестивальную площадку посетить Впечатлений Впечатлений